Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать всех, кто присоединился к нашему интернет-отвещанию. Сегодня мы будем обсуждать вопросы иммунотерапии во второй линии немелкоклещного рака легкого. И в ближайший час небольшим мы посвятим вопросам возможности иммунотерапии в реальной клинической практике. Сначала я остановлюсь на некоторых клинических исследованиях и исследованиях из реальной клинической практики, которые легли в основу сегодняшней ситуации в клинической онкопульмонологии в этом разделе. А потом мы прослушаем серию выступлений, связанных уже с разными гистотипами немелкоклещного рака легкого и особенностями выработки стратегии лечения в зависимости от этого параметра. Очень хорошо, что сегодня у нас действительно в этом разделе появилось несколько классных опций, которые мы действительно можем использовать в надежде получить лучше отдаленные результаты, чем мы имели еще совсем недавно, поскольку вторая линия, чего греха таить во многих регионах, до недавнего времени вообще пациентам не проводилось, потому что считалось бесперспективным. Сейчас же получены столь значимые результаты, что мимо них пройти нельзя, а попытка правильно интегрировать его среди стратегии лечения в некоторых случаях может привести к долговременной лучшей перспективе для больного немелкоклещным раком легкого. Таким образом, начнем. И вторая линия немелкоклещного рака легкого. И вот слайд, с которым я хотел бы начать, что если мы отсчитываем время от диагностики или от начала лечения, сегодня мы можем говорить в среднем в медиане около полутора месяцев. Однако, чем более поздние линии терапии мы используем для этой категории больных, тем меньше надежд на хорошие удовлетворительные отдаленные результаты. Так, на круг при второй линии терапии больных немелкоклещным раком легкого нам приходится надеяться на медиану, не превышающую общей выживаемости 10 месяцев. Однако, все перевернулось после появления в нашем арсенале не только таргетной терапии, но и иммунотерапии. И наиболее отдаленные результаты сегодня, а это 6-летние результаты, доступные по использованию препарата НИБУМАП, антипедиагин препарата, в лечении больных немелкоклещным раком легкого. В общем-то, казалось бы, 6 лет хороший период наблюдения, но еще 10 лет назад об этой терапии мы не знали ничего, тем интереснее посмотреть на те результаты, которые достигнуты. И вот на примере этой кривой выживаемости больных на иммунотерапии очень очевидно стал тот тренд, который сегодня есть при использовании иммунотерапии у больных немелкоклещным раком легкого в поздних стадиях. Посмотрите, основные потери действительно приходятся на первые 2 года, когда 75% пациентов погибают, а вот дальше кривая выходит на некоторую плату, и мы видим, что снижение показателей выживаемости не очень резкое. Так, к 3 годам показатель составляет 18 лет, и к 4 годам он выходит уже на те показатели, которые мы можем отслеживать и дальше, 16-15% на 6 лет. Собственно, те результаты, на которые мы совсем недавно еще даже не могли надеяться, поскольку 5-летняя выживаемость у больных диссиминированных раком легкого была около 4%, то есть мы как минимум видим 4-кратное превышение этого показателя, а в некоторых случаях можем надеяться не просто на длительный контроль, а может быть и на потенциальное излечение этой категории пациентов. Ну, если говорить о исследованиях, которые оказались регистрационными для иммуно-онкологических препаратов, это в монорежиме пембролизумаб, неволумаб и атызолизумаб, то они представлены на этом слайде, и мы немножко более подробно разберем каждое из этих исследований. Но сначала давайте поговорим о пембролизумабе, потому что у него была своя концепция использования у пациентов, демонстрируя хотя бы минимальную ПДЛ-1 экспрессию. И именно показаниями к использованию в монорежиме во второй линии пембролизумаба оказалось наличие ПДЛ-1 экспрессии хотя бы более 1%. И в этой категории пациентов действительно достигнуты очень приличные результаты. Так, в сравнении с ДОЦ-Сарцелом, который является действительно партнером практически во всех клинических исследованиях второй линии, пембролизумаб продемонстрировал достоверно лучшую медиану общей выживаемости 11,8 против 8,4 на ДОЦ-Сарцеле. При этом обратите внимание, по исследованию КИНОТ-010, это третья фаза исследований, трехлетняя общая выживаемость составила 23%, что было в два раза выше, чем при использовании ДОЦ-Сарцелом. Разница была статистически достоверна. По другому исследованию КИНОТ-001, сегодня нам доступны пятилетние, результаты общей выживаемости, они составляют 15,5%, что, кстати, очень похоже на результативность использования НИВЛУМАБа в исследованиях. Второй, другой препарат, это ЗОЛИЗУМАБ, который на сегодня зарегистрирован во второй линии терапии без учета статуса ПДЛ-1-экспрессии, демонстрирует тоже достоверно лучшие результаты как по медиане общей выживаемости, так и по непосредственно отдаленным результатам в сравнении с группой ДОЦ-Сарцелы. И мы видим, что медиан общей выживаемости составила в этой группе, получающей от ЗОЛИЗУМАБ, 13,3%, а ДОЦ-Сарцел 9,8%. Очень приличные результаты, разница к полутора годам наблюдения. 39, практически 40% пациентов живы при использовании от ЗОЛИЗУМАБа. Напомню еще раз, что на самом-то деле это вторая линия терапии, где мы ничего подобного раньше не наблюдали. И два исследования с использованием НИВЛУМАБа. Почему два? Потому что если для ПЕБРОЛИЗУМАБ была выбрана концепция ПДЛ положительных опухолей, то НИВЛУМАБ исследовался в группе пациентов с различным гистотипом опухоли. Так, ЧИКМЭЙТ 017 – это исследование направлено на изучение плоскохлеточного рака лёгкого и 057 – неплоскохлеточного. Рассматривая их отдельно друг от друга, будем основываться на том, что и в одном, и в другом случае использование НИВЛУМАБа показало достоверно лучшие результаты по сравнению с ДОЦ-Сарцелом. И медианная общая выживаемость достоверно была выше на НИВЛУМАБе, чем на ДОЦ-Сарцеле. И, в общем-то, показатели 3-4-5-летней выживаемости тоже убедительно говорят о преимуществе для пациентов, получающих НИВЛУМАБ. Сравливая между собой результативность использования НИВЛУМАБа при плоскоклеточном и неплоскоклеточном раке лёгкого, отмечаем, что на первых этапах больные неплоскоклеточным раком лёгкого демонстрируют несколько лучшие результаты одной-двухлетней выживаемости. Однако к 3 годам эта разница нивелируется, что, собственно, укладывается и в наше понимание течение агрессивности процесса. На ранних этапах наблюдения неплоскоклеточный рак лёгкого течёт несколько менее агрессивно, чем плоскоклеточный. Но ещё раз скажу, после 3-х лет эта разница практически нивелируется. Также был проведён поданализ в зависимости от уровня экспрессии PD-L1 и представлены результаты по 5-летней выживаемости. И в данном случае на левой половине слайда представлены больные с отсутствием экспрессии PD-L1. Мы видим, что, собственно, в этом случае показатели годичные, двухлетние и далее выживаемости лучше, и они достоверно лучше, чем показатели при использовании доцитоксела. И медиана общей выживаемости также достоверно лучше в группе неволумаба 9,7 против 7,8%. При этом риск прогрессирования и смерти в группе, получающей неволумаб, снижается на 24%. При PD-L1 позитивных опухолях разница становится ещё более очевидной. И здесь медиана общей выживаемости на неволумабе составляет 13,4%, а в целом 8,5% месяцев. И разница статистически достоверна, при этом снижение риска смерти и прогрессирования происходит на 39%. Но это совершенно не значит, что мы должны назначать неволумаб только в случае PD-L1 позитивных опухолей. И при PD-L отрицательных опухолей тоже есть достоверные различные. Просто наши ожидания эффекта будут несколько выше в случае, если мы назначаем препарат неволумаб в PD-L позитивных случаях. Однако по показаниям регистрационным и рекомендациях, которые существуют в Российской Федерации, неволумаб можно назначать без учёта статуса PD-L1 экспрессии. Что ещё очень важно, это эффект, который был достигнут на фоне неволумаба. И оказалось, что пациенты, которые демонстрировали объективный ответ на применение неволумаба, они также демонстрировали очень высокие показатели отдалённой выживаемости. Так, на 4-летний период наблюдения 58% пациентов живы, если у них был объективный ответ на неволумаб. Но зачастую мы видим только стабилизацию болезни, но и здесь, надо сказать, при медиане общей выживаемости в 16 месяцев, обратите внимание, к 4 годам жив каждый пятый пациент. И это, безусловно, большой успех для категории пациентов, которые начинали лечение во второй линии терапии немелкоклеточного рака лёгкого. Совокупный анализ, который представлен на данном слайде, лишний раз подтверждает ту выгоду, которую получают пациенты, если им назначается неволумаб во второй линии терапии по сравнению со стандартной химиотерапией. Выгоду получают больные как плоскоклеточным, так и неплоскоклеточным раком лёгкого. Причём для плоскоклеточного рака лёгкого снижение риска прогрессирования практически на 39%. ПДЛ-1 – позитивные и отрицательные опухоли. Да, несколько ниже снижение риска для отрицательных опухолей, но тем не менее это 34%, а для ПДЛ-1 – положительных опухолей это 39%. То есть такой совокупный анализ убедительно демонстрирует преимущество на выполнение терапии неволумаб над дотстарцелом. Очень актуально становятся исследования из реальной клинической практики, поскольку мы понимаем, насколько важен фактор отбора в клинические исследования, а именно рафинированность группы и ставит под сомнение полученные результаты. Нам хочется получить подтверждение или, может быть, опровергнуть результаты в клинической исследовании, пролечив пациента в реальной клинической практике. И сегодня для неволумаба такие результаты доступны. Во-первых, что показал анализ, они очень схожи результативностью между собой, и это подтверждает, что препарат работает, концепция работает. Посмотрите, в исследованиях французских и германских популяций медиана общей выживаемости практически сошлась. Во Франции популяция это показатель составила 11 месяцев, в немецкие 11,1. Да и показатели двух-трехлетней выживаемости тоже схожи. И надо сказать, что мы с радостью можем сегодня констатировать, что результаты, полученные в клинических исследованиях, они получили свое подтверждение в реальной клинической практике. Американское исследование с большим количеством пациентов, почти 2,5 тысячи человек, из которых более полутора тысяч получений в Волумаб, подтвердили тоже приблизительно схожий вариант медиана общей выживаемости в этой категории пациентов, которая составила 12,3 месяца. Но российские центры тоже остались не в стороне от возможности проведения исследований в реальной клинической практике. Мы, я представляю, экологический научный центр Блохина, тоже участвовали в такой программе. У нас есть анализ семейства двух пациентов. И в данном случае медиана выживаемости у нас составила 7,6 месяцев. Это может быть связано с тем, что мы включали в исследование глубоко предлеченных больных. Больше половины больных были на третьей, четвертой и даже поле поздних линиях терапии. Но при этом обратите внимание, что, например, трехлетняя общая выживаемость остала 26%, она была очень схожа с двухлетней, ей было 30%. Также нам удалось подтвердить влияние фактора получения объективного ответа либо стабилизации на отдаленные результаты лечения. И двухлетняя выживаемость при выявлении частичного либо полного ответа составила 70%, а при стабилизации болезни каждый четвертый пациент пережил данный срок наблюдения. Спектр токсичности в целом для антипеди-1, антипеди-1 препаратов оказался очень благоприятный и частота прекращения лечения не превышала 6-8% в разных исследованиях, что было в 2,5 раза лучше, чем при использовании стандартных режимов химиотерапии. И последний вопрос, о котором бы я хотел проговорить, прежде чем мои коллеги продолжат развивать эту тему дискуссии, это длительность терапии. И всем хорошо известный исследователь ЧЕКМЕ-153, где пациенты начинали лечение во второй линии терапии и после года успешной терапии один рукав прекращал лечение, другие продолжали лечение. Но в случае прогрессирования в группе прекращения лечения была возможность реиндукции. Однако вот такая реиндукция не позволила стабилизировать результаты, и пациенты, которые продолжали лечение, продемонстрировали достоверно лучшие результаты, как по времени без прогрессирования, и в зависимости от того, был достигнут полный либо объективный ответ, либо стабилизация. На основании этого исследования все-таки представляется более целесообразным проведение лечения не до года, а в более длительный период, возможно, до прогрессирования, либо до непереносимой токсичности. На сегодня можно констатировать, что монотерапия ингибиторами PD-L1 увеличивает общую выживаемость пациентов не мелкоотечным раком легкого во второй линии терапии, а совокупный анализ исследований Неволумаба демонстрирует значительное увеличение 5-летней общей выживаемости до 13,5% против 2,6%, соответственно, против ДОС-Сарсела. При достижении полного либо частичного ответа, либо стабилизации заболевания результаты тоже кажутся весьма впечатляющими, с снижением риска смерти на 82,48%. Соответственно, исследования в реальной клинической практике, в том числе собственные данные, которые я представлял, подтверждают результаты регистрационных исследований, что очень важно для клинической практики. Оставшиеся вопросы, наверное, касаются длительности терапии и возможности возобновления после развития рецидива болезни. Однако исследования, которые я представил последним, мне кажется, достаточно убедительно подталкивают нас к более длительному применению Неволумаба и, возможно, даже до прогрессирования болезни. На этом все. Я благодарю вас за внимание и с удовольствием передаю слово Покатаеву Илья Анатольевичу опыт применения иммунотерапии в лечении аденокарцинома легкого. А здесь, наверное, порядок изменился, но мы Илью Анатольевичу обязательно послушаем. А сейчас Халов Николай Юрьевич клинический опыт использования иммунотерапии в лечении плоскокречного рака легкого. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги! Меня слышно? Большая честь представлять клинический случай на нашей с вами конференции. Сразу же хочется сказать несколько слов. В больнице имени Боткина опыт применения препарата Нибулумаб составляет около двух лет. И данный пример показывает, насколько бывает даже не во второй, а в третьей линии эффективна данная терапия. Настоящий пациент обратился изначально не к нам, а в другое медицинское учреждение со стадией Т3А, Т2Н2А, и была проведена 6 курсов химиотерапии по схеме ЕПИ. От лучевой терапии пациент по своим соображениям отказался, и в июне 2019 года фактически сразу же после окончания 3 месяца было прогрессирование заболевания. Давайте немножко остановимся на том, кто же это. Это мужчина 68 лет. Изначально со слов пациента присутствовало кровохарканье и слабость. Состояние было ЭКОК-1, и при гистологическом исследовании, которое было получено при бронхоскопии, была диагностирована плоскоклеточная карцинома легкого. В октябре 2018 года было выполнено ПЭТ-КТ, было выявлено соответственно новообразование размерами 31 на 29 мм с различными типами роста и в области средостения конгломерат лимфоузлов. Соответственно, была использована первая линия терапии и по схеме ИП в течение 3 месяцев была небольшая стабилизация, далее случилось прогрессирование заболеваний, вырос первичный очаг и конгломерат лимфоузлов размеров и было опять же в другом учреждении проведено 6 курсов химиотерапии по схеме гемцитабин классическая схема плюс карбоклотиновок 5. Данные цитостатики пациент приносил достаточно удовлетворительно, отмечалась нейтропения второй степени, каких-либо других побочных эффектов кроме незначительной остении не было. Соответственно, далее случается опять же прогрессирование заболевания, рост первичного очага и пациент уже обращается к нам в клинику, где назначается неволумаб в стандартной доте 3 мг на кг. Каждые 2 недели проводится 6 курсов иммунотерапии. И на этой терапии после 6 курсов проводится контрольное обследование незначительно данное обследование было отложено в связи с тем, что как раз в этот момент началась ковид-пневмония и на данном слайде представлен вам новое образование, сейчас я включу указочку, вот здесь вот оно расположено, в области короля правого легкого, размер изначально составлял 41 на 29 миллиметров, это ПЭТ-КТ, от января 2020 года и здесь, как вы видите, нам описывают, что это новообразование уменьшилось до 16 на 22 миллиметров в корне легкого и регионарные лимфоузлы у корня легкого не визуализируются. В настоящее время пациент, безусловно, уже назначен на следующее ПЭТ-КТ, мы ждем результатов, клинических ухудшений нет, пациент получил в настоящее время уже очередные 5 курсов иммунотерапии и ожидаем похожие результаты. Спасибо за внимание. Итак, какая же эффективность? Частичный эффект по данным ПЭТ-КТ, переносимость удовлетворительная, нежелательных явлений не было и мы планируем продолжение терапии неволумаб до прогрессии либо непереносимой токсичности. Коллеги, задавайте вопросы. В чате я пока вопросов не вижу, но у меня по началу были вопросы, почему вы не оперировали этого пациента при третьей остатке, но увидев размеры конгломератов лимфоузлов, понял, что действительно ситуация с онкологической точки зрения была неоперабельная. да, прошу заметить, что этот пациент, к сожалению, к большому, был изначально не у нас в клинике, первые две линии он получил не у нас, то есть ответить на этот вопрос я вам не могу, почему он не был оперирован, лучевая терапия не проводилась, потому что он отказался, и тем не менее, даже в третьей линии мы получаем эффект от иммунотерапии неволумаба. Да, надо сказать, что мы тоже регистрировали эффекты и на третьей, и на четвертой линии у нас есть даже наблюдение в предклинической практике, когда в пятой линии назначили неволумаб, мы получили полный эффект, в общем-то место эффектом есть в любых линиях, но все-таки показано, что чем раньше, ближе ко второй линии мы сдвигаем начало неволумабу, тем больше шансов на получение вот такого эффекта, но и я все-таки бы обратил внимание наших коллег, кто с нами сегодня в контакте, что третья стадия показаниям является химио-лучевая терапия, и в данном случае индивидуальное нежелание пациента идти на лучевую терапию сработало, да, именно потому, что этот стандарт не был выполнен, но в данной ситуации получен очень хороший эффект, и я очень рад, что у нас практически во многих регионах сегодня в клинической практике есть вот такие успешные варианты контроля над болезнью. Ириан Туль, просто что-нибудь добавите? Я только присоединяюсь к Вашим словам, что это очень интересный пример, и очень рад, что такой эффект от лечения был достигнут. Мне очень понравился клинический случай. Спасибо за интересную презентацию, ждем от Вас новых случаев, новых наблюдений, еще более ярких. Благодарю Вас. Мы продолжаем реализовывать нашу программу, я попробую еще раз представить Илью Анатольевича, но уже не до конца уверен, что его случай сейчас будет выведен на экран, давайте дождемся. Да, действительно, Илья Анатольевич, это Ваш случай, ждем Ваших комментариев. Все в наших руках, Константин Константинович, сами мы загружаем свои слайды. Глубоко уважаемые коллеги, спасибо за приглашение, я скажу медленно груз, прошу прощения. Клинический случай касается пациентки немолодой возрасте, 70 лет пациентка заболела раком легкого, у нее выявлена была аденокарцинома, выявлены метастазы в легких, в костях и выявлены метастазы в головном мозге. Получили, кроме того, что у пациентки гистологическое строение аденокарцинома, у нее выявлена была мутация в гене ЭДЖФР, по сопутствующим заболеваниям она была излечена от рака щитовидной железы в 81 году и у нее была выявлена случайным образом тромбоэмболия мелких ветвей в дебюте рака легкого, по поводу чего было проведено соответствующее лечение. В принципе, сопутствующая патология никак не мешала назначить лечение, поскольку проявление заболевания были метастазы в костях, болевой синдром, то была выполнена лучевая терапия на кости с хорошим клиническим эффектом и поскольку были выявлены метастазы в головном мозге, хотя они были выявлены при, скажем так, плановое обследовании, они были малосимптомными, но тем не менее выполнили стереотоксическую лучевую терапию на 4 очага в головном мозге. У пациентки выявлены мутации GFR и с января 2017 года с параллельно с облучением головного мозга она начала терапию гифетинибом в сочетании с препаратом Денсумаб на кости и эффект длился 8 месяцев в октябре, прошу прощения, в сентябре 2017 года по ПЭТ-КТ у пациентки было выявлено прогрессирование новой очаги и лечение было заменено на цисплатин, пиметриксет и сбиво-цизумаб. Была получена незначительная отрицательная динамика, ее можно было бы трактовать в рамках стабилизации, но пациентка тяжело переносила лечение в своем возрасте, она жаловалась на выраженную астению на фоне лечения, и вот лечение было заменено на оси мертениб. У меня нет данных на тот момент времени, какая мутация в гене GFR у нее была выявлена, а повторный анализ в отношении мутации чувствительности к оси мертенибу она не выполняла. Но тем не менее, как бы то ни было, у пациентки длительность эффекта на оси мертенибе максимальный эффект был стабилизация, но длительность эффекта была очень неплохая с октября 2017 года до марта 2019 года. В марте 2019 года у пациентки были выявлены новые метастазы в легких, в лимфоузлах средостей, метастазах и на этом этапе пациентке было предложено лечение неволомабом. Это случилось в марте 2019 года, с тех пор она неволомаб получает. Мы получили при первой оценке эффекта прогрессирования заболевания, появился новоочаг в легком, отмечено было увеличение накопления радиофармпрепарата, состояние пациентки было стабильным и лечение неволомабом было продолжено. В последующем при контрольном ПЭТ-КТ от ноября 2019 года мы получили стабилизацию процесса и никаких новых очагов не появилось, а сумма измеряемых очагов даже несколько уменьшилась. Интересно, что по МРТ в октябре 2019 года выявлены были новые очаги в головном мозге, а до этого она ПЭТ-КТ, МРТ головного мозга делала за несколько месяцев до начала терапии неволомабом, что это было прогрессирование на неволомабе, реализация его эффекта или это случайная находка, непонятно, симптомов со стороны головного мозга у пациентки не было, поэтому мы не расценили это как прогрессирование заболевания, отсутствие клинического ухудшения при этих новых находках мы не оценили. Что подкупает? Конечно, пациентке можно было рассмотреть альтернативные варианты лечения, но когда химотерапия тяжело переносится, две линии таргетной терапии и прогрессирование заболевания, но есть в руках иммунотерапия, на иммунотерапии есть целая когорта пациентов, которые имеют длительные ремиссии, именно длительные ремиссии на неволомабе они подкупают с точки зрения назначения этого лечения. В сравнении с химиотерапией неволомаб демонстрировал увеличение продолжительности жизни, увеличение на всех отрезках измерения и пользу от неволомаба по сравнению с доцитокселом стандартной химиотерапии второй линии мы видим не только при плоскоклеточном раке, но и при неплоскоклеточном раке легкого и в этом плане никаких противоречий нет. Особенно радует назначение иммунотерапии это длительность эффектов. Если эффект достигнут, объективный эффект, то мы видим очень длительную стабилизацию процесса, очень длительную, точнее говоря, ремиссию, что выгодно отличает иммунотерапию от, скажем, той же самой химиотерапии, потому что, да, если есть на химиотерапии объективный эффект, это, конечно, лучше, чем если его нету, но, тем не менее, эффекты короткие, все они, если посмотреть внимательно на кривые капланы Майера на Дотсетакселе, все эти побочные, все эти эффекты короткие, все это заканчивается кривой капланы Майера где-то приблизительно в значениях около нуля, что отличает существенным образом от кривой капланы Майера для Ниволума в случае эффекта получается, что мы пятилетнюю общую выживаемость имеем на уровне 50%. Но ходят такие вот мнения, что мутация GFR это опухоли с низкой мутационной нагрузкой в сравнении с карциномами легкого без мутации GFR. Есть данные о том, что пациенты с мутациями в гении GFR АЛК не хуже отвечают на иммунотерапию и в общем-то в этом случае иммунотерапия для них менее показана. Но с другой стороны есть и другие данные и эти данные подчеркивают эффективность иммунотерапии у пациентов, которые ранее получали GFR ингибиторы вот одно из исследований согласно под анализу этому исследованию пациенты у которых были мутации GFR имели точно такую же пользу от назначения иммунотерапии в сочетании с химиотерапией как и общая популяция пациентов включенного в это исследование вот исследование под анализ исследования Pacific при третьей стадии рака легкого где тоже нетрудно видеть что добавление иммунотерапевтического препарата даже в случае наличия мутации в гении GFR оказывают благоприятные действия по сравнению с назначением плацебо ну и последнее о чем я хотел акцентировать внимание это то что наша пациентка уже получает второй год это лечение и нас это особенно радует потому что в принципе переносимость неволома мы все хорошо знаем лучше чем иммунотерапия тем не менее побочные эффекты существуют но анализ который мы видим на слайде указывает на то что основные побочные эффекты они проявляются в первый год лечения по прошествии того времени вероятность возникновения нежелательных явлений у пациентов снижается кратно и в общем-то наш клинический случай это подтверждает недавно было у нее очередное введение неволомаба первое введение напомню у нее было в марте девятнадцатого года пациент в удовлетворительном состоянии и жалобы у нее только на плохое настроение и некоторую слабость провели также лучевую терапию на главной мозг провели коль скоро метастазы у нее были выявлены новые в главном мозге хотя они были бессимптомны и честно говоря вот есть конечно это дискутабельный вопрос насколько это лучевая терапия данной пациентки это показано благодарю вас за внимание Константин Константинович да, Ирина Анатольевич спасибо за демонстрацию очень интересного случая и уже одно то что пациентка с активирующей мутации получила выгоду от моно иммунотерапии уже выводит этот случай в разряд не совсем стандартных поскольку мы привыкли к тому что иммунотерапия в монорежиме все-таки рассматривается для этих пациентов совсем в поздних стадиях у вас даже минуя так сказать какой-то химиотерапевтический этап лечения вы ушли на неволумаб и к счастью выиграли в этой ситуации и думаю что победители уж точно не судят скажите рассматривали ли вы для этой пациентки возможность проведения многокомпонентного лечения с отезорезумабом это исследование которое наверное единственное на сегодня продемонстрировало высокую эффективность у пациентов с АДЖФР-мутацией дело в том что во второй линии лечения точнее говоря даже в третьей прохождение да во второй после неудачи гифетиниба у этой пациентки было проведено несколько курсов химиотерапии с включением пиметрикседа карбоплотина и биоцезумаба то есть тех трех из четырех компонентов которые мы имеем в этой схеме с отезорезумабом это было в восемнадцатом году и эта пациентка очень плохо перенесла это лечение на ней наметилась определенная отрицательная динамика и взвесив за и против в общем-то врачи на тот момент времени не настроены были продолжать эту химиотерапию с учетом отрицательной динамики и с учетом тяжелой переносимости этого лечения поэтому она ушла на вторую линию на осимертениб и по сути сейчас неволумаб назначается ей это четвертая по счету линия лекарственной терапии вы планируете в данном случае лечение до прогрессирования в этой неволумабе я думаю надо будет предметно поставить этот вопрос по завершению двух лет ее лечения посмотреть на все данные обследования посмотреть на нее на переносимость на ее настрой но вот тот факт что есть стабилизация а не объективный эффект он немножечко расстраивает вот и поэтому нам надо плотно за ней следить за этой пациенткой пока что на процессе лечения на стабилизациях как получается как показывает практика мы не очень длительные эффекты видим так Константин Константинович ну отчасти так отчасти знаете стакан наполовину полон или пуст я не знаю но 4 года переживает каждый пятый больной со стабилизацией 20% тоже знаете это на вкус и цвет мы вот еще послушаем Полину Сергеевну она говорит о критериях успеха при назначении иммунотерапии мне очень интересно отметит ли она наличие опять же фермутации как потенциальный критерий успеха здравствуйте уважаемые коллеги здравствуйте я наверное скорее буду говорить в общем пока презентация прогружается в последнее время мы видим все чаще и больше как иммунотерапия перемещается в более ранние линии лечения и это к счастью мы отмечаем все больше и больше успехи иммунотерапии и в этой ситуации иммунотерапия наверное является тем золотым ключиком который открывает большие возможности безрецидивной общей выживаемости пациентов но все это происходит только в той ситуации когда складываются пазлы у пациента есть определенные молекулярно-биологические по типу опухоли это особенно важно особенно в первых линиях лечения надеюсь что сейчас мой клинический случай прогрузится и мы сможем предметно поговорить больше по нему и больше поговорить по второй линии лечения мне бы хотелось представить клинический случай более стандартной терапии пациента то что мы видим в реальной клинической практике каждый день и наверное самым интересным в этом клиническом случае нам показалось то что у пациента вот я свою презентацию не вижу к сожалению я должна сама загрузить или просто мне вчера сказали что она будет прогружена про золотой ключик в критериях успеха я уже сказала и наверное это более важно в первой линии терапии и переходя к клиническому случаю повторюсь что это наблюдение нам показалось очень интересным именно потому что это наверное такое стандартное вне временное наблюдение пациента то есть так же как мы начали лечить этого больного год назад и продолжаем лечить сейчас так же мы будем лечить этого больного и дальше и подобных больных и дальше исходя из молекулярно-биологического по типу опухоли и это пациент мужчина среднего возраста который в феврале 2019 года год назад по сути обратился в поликлинику по месту жительства с жалобами которые наверное сейчас могли бы интерпретировать ковидную инфекцию поскольку пациента в основном беспокоил сухой кашель повышение температуры тела однако у него отмечалось кровохарканье нужно отметить что это пациент был курильщик и есть остается курильщиком с большим стажем в удовлетворительном общем состоянии и с низкой коморбидностью пациент был обследован и при бронхоскопии обследование было несколько затянуто по срокам при бронхоскопии у пациента было выявлено крупное образование в промежуточном бронхе справа перекрывающее на две трети просвет бронха и распространяющиеся на нижнедалевую и среднедалевую бронхи справа за образование провести бронхоскоп не представлялось возможным была взята биопсия при компьютерной томографии органов грудной клетки было выявлено что процесс уже является метастатическим и выявлено несколько очагов в печени кроме того выявлены крупные конгломераты лимфоузлов региональных лимфоузлов пациенту также было выполнено МРТ головного мозга при котором к счастью специфического поражения характерного для опухоли обнаружено не было при гистологическом заключении мы увидели что это низкодифференцированная аденокарцинома и при молекулярно-биологическом тестировании было получено то заключение которое нам никак не помогло скажем в дальнейшем лечении пациента то есть опухоль была отрицательна по всем мутациям пациенту был выставлен диагноз центральный рак правого легкого с метастазами в печени и первой линией терапии у этого больного из всех возможных был выбран платиновый дуплет пиметриксет и карбоплатин дозировки препаратов были стандартные пациенту лечение проводилось на фоне стандартной опять же при и пост медикации однако больной исходно очень плохо переносил химиотерапию сроки между курсами у него затягивались и после третьего курса лечения у пациента появились такие жалобы на неконтролируемый кожный зуд ему назначались антигистаминные препараты назначались гормональные препараты но тем не менее кроме кожного зуда появились жалобы на частые синкопальные состояния на фоне снижения артериального давления на фоне появления тошноты и рвоты при этом было выполнено контрольное обследование на котором данных за прогрессирование забоевлевания выявлено не было и стал вопрос о том что больному необходимо поменять терапию в связи с непереносимостью из августа 2019 года пациенту был назначен неволумап в стандартной дозировке 240 мг каждые 2 недели после 3 месяцев терапии больной стал предъявлять жалобы на прогрессирующую слабость и снижение веса и головные боли у пациента был изучен гормональный профиль и было отмечено повышение териотропного гормона повышение свободного тероксина Т4 и к счастью был отмечен нормальный уровень кортизола мы исключали также напочечниковую недостаточность поскольку жалобы были очень выраженными пациенту было выставлено такое нежелательное явление на фоне терапии неволумап как гипотириоз поскольку он клинически проявлялся была отмечена вторая степень гипотириоза был исходно назначен левотироксин в дозировке 75 мг микрограмм однако на фоне этой дозы левотироксина и еще продолжающейся терапии неволумап у пациента прогрессировали симптомы гипотириоза неволумап был отменен временно и увеличена дозировка левотироксина при этом к февралю 2020 года то есть суммарно приблизительно полтора месяца было перерыва в лечении и к февралю гормональный статус пациента восстановился жалобы купировались поэтому встал вопрос о продолжении лечения пациенту было выполнено контрольная компьютерная томография отмечено что очаги в легком и региональные лимфоузлы значимо не увеличились поэтому принято решение о возобновлении неволумап в стандартной дозировке на фоне продолжающейся гормон заместительной терапии всего на данный момент пациенту выполнено 18 введений неволумап с наилучшим ответом стабилизации пациент продолжает лечение нежелательных явлений у него не отмечается пациент консультируется эндокринолога и получает небольшую дозу левотероксина при этом при контрольном обследовании к сожалению здесь снимочки в мае месяце были выполнены без контрастирования но тем не менее отмечена стабилизация опухоли но все-таки есть такая тенденция к тому что дальше это будет ответ возможно частичный ответ вот наши рентгенологи сравнили две фазы бесконтрастную фазу в январе месяце и сейчас видно что образование в общем-то становится меньше и если посмотреть по вот этим снимкам тоже пациент хорошо себя чувствует хорошо переносит терапию я скажем в слайде не забегала слишком далеко не приводила настолько зрелые исследования как привели Константин Константинович в свои лекции мне хотелось бы отметить что эффект неволумаба если он начинается у пациентов если пациент отвечает на лечение неволумабом то он продолжает отвечать на него и спустя год и спустя два года и в дальнейшем этот эффект от лечения у пациентов сохраняется и далее при подгрупповом анализе в исследовании было отмечено, что наилучшим образом на терапию неволумабом во второй линии лечения отвечают те пациенты, которые, во-первых, получают неволумаб во второй линии лечения, пациенты средневозрастной группы, те пациенты, которые находятся в общем хорошем соматическом состоянии, те пациенты, которые курят, пациенты, у которых ЭДЖФР-мутация отсутствует, и пациенты, у которых присутствуют редкие пациенты, у которых присутствует кераз-мутация. И если подвести на настоящий момент итоги лечения этого пациента, то пациент с метастатическим раком легкого, с метастатической аденокарциномой легкого, диагностированный в апреле 2019 года, на настоящий момент получает вторую линию лечения, препарат неволома, переносит его удовлетворительно. Была небольшая остановка лечения, которая была связана с нежелательными явлениями в виде гипотериоза, из которой удалось справиться. И мы планируем продолжать лечение у пациента и дальнейший контроль. Спасибо за внимание. Полина Сергеевна за представленное клиническое наблюдение. Вот обратил внимание, знаете, на что цитологически верифицирован диагноз аденокарцинома, и на этом же материале проведено тестирование, все, насколько я понял. Нет, это была выполнена сначала цитология, то есть отпечатки, а затем у пациента был взят биопсийный материал при буронхоскопии, то есть там было достаточно материала для определения мутаций. Да, я просто хотел, чтобы коллеги правильно трактовали ситуацию, что еще раз напомню, что ПДЛ-тестирование возможно только на гистологическом материале. Если различные генетические нарушения мы можем действительно рассматривать по цитологическому материалу, то ПДЛ-статус – это удел гистологического материала. Просто так складывалось такое впечатление, еще раз это подтвердить. Скажите, коллеги, я бы хотел вас в беседу немножко интегрировать, вы считаете целесообразным назначение иммунопрепаратов некурящим пациентам? В принципе, потому что из исследования в исследование мы видим, что эффективность иммунотерапии у некуривших, никогда больных, крайне низка. Константин Константинович, спасибо. Я, честно говоря, не обращал внимания на это в исследовании. Я посмотрю эти данные, но я всегда скептически относился к поданализам без стратификации соответствующей. И мы очень часто видим, что эти анализы требуют проверки, и когда эта проверка приходит, не всегда это подтверждается. И в этом плане я хочу спросить тогда у вас, а вот в исследованиях по иммунотерапии там проводится сейчас стратификация по статусу курения? Да, такая стратификация в некоторых исследованиях проводится, и сейчас мы участвуем в исследовании Regeneron, где вообще в первой серии вообще не включались ни курящие пациенты, а только курящие пациенты. То есть это действительно достаточно серьезный фактор прогноза. Мне интересно было бы посмотреть, как отвечают больные с выраженной экспрессией ПДЛ-1, не курильщики. Но вот таких данных я даже в поданализах пока еще нигде не видел. А на круг, когда рассматривают именно этот параметр, он везде оказывается прогностически значимым, став с курением. Очень большое внимание. Да, пожалуйста. Коллеги, могу сказать тоже не по результатам поданализов, а по результатам собственного опыта. Тот пациент, которого я сегодня имел честь представить, безусловно, был курильщиком, у которого диагностирован плоскоклеточный рак легкого. Тем не менее, по памяти есть два пациента, диагностированный аденокарциномой, неплоскоклеточный, естественно, без мутаций, с выраженным ПДЛ-статусом, у которых на терапии НИВУМАБом, безусловно, очень хорошие результаты и во второй, и в третьей линии. Так что все-таки не только у курильщиков это встречается, хотя, честно говоря, всегда первый вопрос при консультации данных пациентов в курить и сколько сигарет в день. Спасибо. Вот появились некоторые комментарии в чате. Один из наших коллег, вот он тоже работает в онкологическом центре, скорее со мной согласен, что именно курильщики – такая основа для многообещающих ожиданий от использования иммунотерапии. Еще наш коллега ответил, что по статусу ПДЛ-1 экспрессии все-таки в первую очередь он бы ситуацию оценивал. Но тогда тоже ссылаясь к опыту Евгения Наумча именитого, он во многом пропагандирует назначение иммунотерапии пациентам с центральной локализацией аденокарциномы курильщиком. Вот здесь он считает вообще исходной идеальной ситуацией по его пониманию, потому что у курильщиков в центральной локализации здесь очень большие предпосылки для получения ответа. Я просто немножко зациклился на критериях успеха иммунотерапии, поэтому пытаюсь формировать портрет пациента, у которого мы будем ожидать эффект. И поэтому подбираю некоторые еще параметры для подбора пациента, у которого больше шансов на получение эффекта от проводимой иммунотерапии. Возраст. Как ваше отношение к возрасту? Ну, не знаю, старше 70 лет, старше 75 лет. Есть ли место иммунотерапии в этой категории пациентов? Коллеги, может, кто-то прокомментирует? У меня, честно говоря, у пациентов пожилого возраста отношение к иммунотерапии положительное, чего не скажешь о моем отношении к химиотерапии. И в этом случае, когда мы выбираем лечение, мы всегда выбираем между иммунотерапией и химиотерапией. В этом плане переносимость химиотерапии сильно страдает, и возможно сделать ставку на иммунотерапию. Мне тоже кажется, что у возрастных пациентов как раз речь идет всегда в пользу иммунотерапии, особенно в последующих линиях лечения, во второй линии лечения, поскольку это предлеченные больные, как правило, отягощенные уже. Поэтому здесь сложно сказать. Наверное, не так очевиден ответ, как с курильщиками. Полностью согласен с коллегами. Могу от себя добавить, что на сегодняшний день у меня присутствует 6 пациентов, соответственно, старше 80 лет, от 80 до 83 лет, которые получают кто-то неволумаб, кто-то пембролизумаб, с разной эффективностью, но абсолютно все хорошо переносят и практически побочные эффекты крайне незначительно выражены. Спасибо. Спасибо за комментарии. Я соглашусь со всеми выступлениями. Пожалуй, последний вопрос, который бы хотелось мне обсудить, если не появится в чате каких-то еще вопросов, это возможность использования неволумаба один раз в месяц, учитывая и, так сказать, те условия, в которых мы сейчас работаем, когда рекомендации более редкого вызова пациента в лечебное учреждение, есть ли у кого-то личный опыт и отношение к такой возможности использовали бы вы ее? Ну, у нас получают пациенты лечение один раз в месяц. Я не скажу, что в период пандемии мы всем пациентам рекомендовали такой режим введения неволумаба, но тем не менее такие пациенты есть, они были и до пандемии, они, думаю, что будут и после пандемии. Каких-то концернов, каких-то вот отдельных наблюдений в отношении переносимости этого их лечения у нас не возникло. В большей степени это вопрос только удобства использования препарата. У меня таких пациентов на сегодняшний день нет. Всегда исходил из данных исследований, как вы все знаете, большую часть исследований все-таки проводилась в дозе 240, либо 3 мг на килограмм. В условиях пандемии мы все-таки пока не назначали, планируем это начать в настоящее время, попробовать, собственно говоря, насколько будут отличаться побочные эффекты и эффективность. Спасибо. У нас сейчас довольно большой опыт накапливается, потому что мы вот в условиях пандемии многих пациентов перевели на, если используем неволумаб в монорежиме, то на режим один раз в 4 недели, в дозировке 480 мг. Здесь интересно, конечно, был вопрос переносимости, но и по исследованиям, и в реальной практике не показало ухудшения какого-то переносимости более редко и в более высокой дозе назначения неволумаба. То есть пациенты хорошо переносят препарат. Ну, спасибо за комментарий, коллеги. Я хотел лишь напомнить, что как раз именно для неволумаба проведено действительно исследование полноценное по оценке безопасности и эффективности именно вот такого дозирования и периода введения препаратов. Так что, если в остальных случаях мы имеем возможность опираться на какие-то экспериментальные разработки, здесь это все проверено, как мы любим, серьезным клиническим исследованиям. Так что, если есть такая необходимость, можно действительно достаточно безбоязненно по побочным эффектам и по, в том числе, тому, что противоопухолевый эффект не пострадает, идти и на такую дозировку. Согласны со мной, коллеги? Да. Но я думаю, что мы очень хорошо провели этот час. И, вы знаете, так разнообразно были представлены случаи. И это такая действительно клиническая практика, что мы понимаем, во второй линии терапии у нас появились принципиально новые, просто уже невозможности, а концепции лечения пациентов, и в том числе в разделе более безопасного лечения по сравнению с химиотерапией, более эффективного по длительности эффекта, может быть, не по достижению объективного эффекта, но по длительности эффекта. И я очень рад, что это входит в рутинную практику, и очень буду рад, коллеги, с вами встретиться еще раз с обсуждением уже новых случаев, а я понял, что под наблюдением у вас находится большое количество пациентов, получающих иммунотерапию во второй линии. Благодарю всех за внимание, и спасибо еще раз лекторам за прекрасную презентацию. Всего доброго.